Срубили наши елочки в Зеленой Роще. Рабочие копают под корешок. Уже пострадали десятки деревьев, в основном многолетние ели и сосны. Ради чего в парке устроили такой подкоп. Городской дозор вступился за зеленые насаждения. Эти строительные работы встревожили посетителей парка Зеленая Роща. При этом горожан возмущает не сам факт раскопок, а варварский способ их проведения. Копать здесь начали в ноябре. Вдоль всех дорожек вырыли траншеи. В них, рассказали горожанам рабочие, будут прокладывать кабель для освещения парка. Дело хорошее, соглашаются люди, но только не в то время и не то место. Во-первых, то, что они проводятся в зимнее время, хотя можно было летом провести. Во-вторых, все-таки нет хорошего ограждения. Ну и в-третьих, собственно говоря, беспокоит судьба некоторых деревьев, которые пострадают в результате этих работ. Траншеи выкопали слишком близко к деревьям. В итоге корни многих сосен и ели обнажены. Неужели нельзя было пустить провода освещения по воздуху, возмущаются посетители? Тогда и деревья бы не пострадали. Нам хотелось бы узнать, что такое, потому что этот парк для нас просто достояние. Мы здесь все время ходим. И столько здесь в субботу, в воскресенье столько с мамочками гуляют, детишек. И вдруг нам тут напортят что-то. Я не знаю. Мне вот тревожно. Однако ботаники тревогу жителей не разделяют. Древним соснам ничто не угрожает. Это связано с особым строением корневой системы у сосны. Стержневая система с главным корнем, хорошо выраженным, который уходит в глубину. И поэтому на глубине 50-60 сантиметров она повреждена быть не может. Под вопросом остаются молодые ели, у которых корни могли не сформироваться. Но чиновники администрации развеяли и эти опасения. Там деревьев, которых менее двух лет нет. То есть деревья уже прижились, деревья дали нормальный корень. И их безопасности тоже ничего не угрожает. И все же о состоянии хвойных можно будет судить только будущей весной. Если какие-то зеленые насаждения пострадают, подрядчику придется высадить такое же количество новых деревьев. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.